Всем привет! Подумала, что давно на моем канале не выходил влог и решила его записать. Сейчас утро, 7 часов утра. Я проводила мужную работу. Ребенок пока спит. Спереди у нас интересный день. Я надеюсь, что будет интересно. Во всяком случае, планы у нас такие. Предлагаю провести его вместе с нами. Если интересно, оставайтесь на канале. Ну что, я уже собралась. Наше утро продолжается. Здесь вот не видно, но слышно. Здесь трогает пылесос. Я уже собралась. В общем-то, вот так просто достаточно. Привет! Сегодня нам у меня есть девочка, и даже укол в дистанции. Сейчас поедем на радио. Там мне фотографировать не стало. Как-то не накручиваться, ничего особенного делать. Просто вот так вот уложу волосы, чтобы было естественно. Собираемся сейчас поедем фотографироваться. Запись влога мы прервали, потому что на фотосессии моя, ну такая маленькая фотосессия, прошла очень быстро, очень даже, я бы сказала, стремительно, поэтому я даже не успела организоваться и немножко поснимать. А потом знакомая рассказала, что сегодня скидки во многих магазинах, и мы решили немножечко устроить себе с Ярославом день шопинга, скажем так. Так, зашли в Твое, действительно, там, конечно, скидки потрясающие, огромные. Я бы сказала, сейчас приедем домой, все покажу, и зашли в Детский мир, искали Ярославу глобус, ребенок мечтает о глобусе. Глобуса мы не нашли, зато купили кое-какие интересные развивашки. Сейчас приедем домой, обязательно все покажу. Мы уже пришли домой, и успели даже пообедать. Там у нас в одном плане стоит вся посуда, которую нужно сейчас будет убрать. Стараюсь всегда готовить что-то на несколько дней. Вот интересно, у меня в одной так, или у вас тоже бывают дни, когда не знаешь, что готовить, потому что, ну, все приелось. Я в этот раз тоже так же ломала голову, и решила просто поэкспериментировать, и составить список, готовый список первых, вторых блюд, десертов, чтобы просто потом открыть этот список, и по списочку что-то выбрать, и, в общем-то, перейти к планированию меню на неделю. В одном из видео я уже как-то говорила, что мы не едим жареные продукты, в основном все у нас тушеное, или паровое. Вот это приготовлено в мультиварке. Вот, кстати, контейнер из Икеи. С удовольствием им пользуюсь, и действительно очень экономит место в холодильнике. Вот, приготовила в мультиварке тушеную капусту с мясом, но, чтобы разнообразить вкус, перемешала мясо вместе с куриной грудкой. Нашей семье понравилось очень. Хотела взять какой-то видеорецепт приготовления блюда в мультиварке, но не знаю, будет ли моим подписчикам это интересно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, интересна вам такая тема или нет, потому что рецептов у меня впереди еще много, которые я буду экспериментировать и пробовать. Если будут среди них удачные, то я могла бы с вами поделиться. А сейчас, как обещала, покажу наши покупочки. Зашли мы в торговый центр, и на первом этаже у нас находится фикс-прайс, поэтому не зайти в него просто невозможно. Единственное, что я взяла, это вот набор таких формочек. Написано, что формочки для печенья. Но я так подумала, что не обязательно ведь делать из этого только печенье. Если постараться, то можно сделать и яичницу, например, в виде таких буковок. Можно даже салат. Почему нет? Формочку для салата вполне можно выложить. Также взяла гибкую доску. Мне она очень нравится. Когда-то у меня уже была такая из фикс-прайса. Сейчас она уже пришла в негодность, и вот как раз решил ее заменить. Она большая, 27 на 37 сантиметров. В общем, замечательная дощечка. Ребенок увидел трансформеров и схватил. Ну, здесь пазл, 108 деталей от 3 до 99 лет. Очень интересный такой разброс возраста. Ну, ничего, купили, будем вместе собирать. Один, конечно, он не соберет, 108 элементов, но вместе посидим, пособираем. И еще я взяла вот такую раскраску-азбуку с наклейками. Вообще, хочу сказать, что в фикс-прайсе мне очень нравятся детские товары, но не игрушки, которые выполнены из такого дешевого пластика, и которые, в общем-то, ломаются сразу, а вот именно книжечки. Они недорогие, но иногда можно найти очень хорошие книжечки. Видите, здесь и наклейка, и пропись, и раскраска. В общем, всего очень много. Здорово, будем заниматься. Также, как я сказала, мы зашли в детский мир, купили вот такую книжечку «Школа семи гномов». Мы выбрали, опять же, прописи, чтобы нам развивать ручку, потому что Ярослав не очень любит, он ленится рисовать, обводить что-то и не очень аккуратно разукрашивает. Так что в этом направлении будем отдельно работать. Очень хорошая книжка. Ну, в общем, у кого есть детишки, наверняка знают про эту школу «Семи гномов». И ребенок у меня поклонник динозавров. Мы купили вот такой пластилиновый динозавр. И для себя я купила вот такую книжку, как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили. Полистала. Мне показалась она интересной и полезной. Теперь у меня уже есть пара книг в моей такой родительской библиотеке. И мне, честно говоря, они помогли. Давно думаю, стоит ли снимать отдельное видео на обзор этих книг и вообще затрагивать и поднимать детскую тему, будет ли она вам так же популярна или нет. Также зашли в магазин «Твое». И прямо без примерки я взяла там себе несколько вещичек, чтобы носить их дома. Терпеть не могу халаты. Хожу только в шортах, в брюках. Мне так комфортнее. Купила вот такие серые штанишки. Я думаю, потом я их, возможно, примерю и покажу. Стоили они по акции 299 рублей. Красота. Они очень легкие, на резиночке. Здесь вот, я так понимаю, можно поднять. И будет высокий пояс. Очень легкие, обычные, серые такие штанишки. И вторые это вот в таком зимнем варианте тоже. 300 рублей. Кажутся толстыми, но на самом деле они очень-очень тоненькие, как леггинсы или лосины. Такая зимняя тема. Очень мягкие, приятные. Так что с удовольствием буду носить. Обновила свой домашний гардеробчик. И еще, не знаю почему, мне удобно спать в пижамах. Конечно, мне очень нравятся женственные комбинации. Что-то такое красивое, привлекательное. Но вот чаще всего все-таки я беру какие-то такие комплекты. И вдвоем взяла такие шортики, которые стоили 149 рублей. Очень легкие, из хлопка. И к ним вот такую футболку. Она стоила также 149 рублей. То есть, в общем-то, весь комплект моей пижамы своеобразной обошелся мне в 300 рублей. Собака морды вниз. Может быть, как раз я начну наконец-то заниматься йогой. Это меня сподвигнет как-то. Получилась сегодня посылка. Доехал до меня мой микрофон с Алиэкспресс. Продавец положил вот такую какую-то непонятную записку. Здесь какие-то истории. Напоминает комиксы. Не совсем пока разобралась. К чему это вообще? И вот такой новый микрофончик ко мне приехал. Буду пробовать снимать с ним видео. Сейчас уже вечер. Мы с Ярославом взяли творожок. Это у меня йогурт. И сидим, собираем пазл, который мы купили. Вот этот вот с трансформерами. Сложный, конечно, пазл. Но ничего, потихонечку у нас, в общем-то, дело идет. Мама. Куда? Чего ты куда положил? Слеза. Угу. Так, дело пошло. Уже какой-то азарт появляется. Уже прям хочется поскорее-то собрать больше, чем ребенку, наверное. Какая-то вспышка. Не, по картине это у него где-то из тела, наверное, идет. Вот, смотри, вот сюда попробуй, положи. Подойдет или нет? Ура! Мы собираем это чудовище. Чудовище? Да, это спасатель. Ничего себе спасатель. Если бы ко мне такой пришел, я бы... Ой, я не буду говорить, что бы со мной было. Да, это спасатели, роботы спасают. Да. А что они такие страшные-то, если они спасатели? Хм. Да. Да. Спасают. Угу. Спасают. Может, это особо-то... А, это особо читать. Угу. Не дай бог когда-нибудь такого спасателя вживую увидеть. Все. Мы практически... Ура! Мы это сделали. Ура! Мы это сделали. Мы собрали пазл. Вот этот страшный... Страшный, жуткий пазл из 108 элементов. Это и не страшный, и не зубки. Нет, он страшный. Нет. Собрали из 108 элементов. Все. Мы это сделали. Миссия Поссибл. Все, пазл собран. Теперь меня ждет тесто. Я хочу сегодня опробовать очередной новый рецепт. Это паровой рулет с мясом, который также готовится в мультиварке. Сделала уже тесто для пельменей. Сейчас я его закрою и поставлю минут на 40 в холодильник. Во всяком случае, так написано в рецепте. У кое-кого не хватило терпения, решили открыть и вторую нашу покупку. Это вот такой динозавр. Вот такой шаблон динозавра, который собирается из картона. Стигозавр. Вот. Он собирается и затем... Мама, вот! ...как бы облепляется вот таким пластилином. А еще что тут есть? О, еще есть вот такая специальная лопаточка. Так что, наверное, оставшуюся часть вечера я буду готовить рулет и лепить стигозавра. Ошиблась. Достала формочку и оказалось, что она не из картона, а из тоненькой фанеры. Вот такой деревянный скелет динозавра у нас получился. Теперь будем обмазывать его пластилином, чтобы в итоге у нас получился вот такой симпатяшка. А когда силы у мамы на исходе, наливаю себе кофе и беру вот такой... Ну, или чай, но в данный момент кофе, потому что очень хочется спать, а дел еще много. И беру вот такой горький шоколад российский. Замечательно, действительно. Вот именно в качественном шоколаде лучше всего чувствуется его целительное действие. Ну, вы же знаете, да, что в шоколаде содержатся какие-то полезные вещества, которые пробуждают нас и дарят ощущение энергии. Никаких там мюкевеев, никаких сникерсов и прочее. Все это ерунда. Вот настоящий шоколад с высоким содержанием какао. Вот это вот вещь. Процесс рождения динозавра. Давай, бери. Спинку ему сделай. Оторви кусочек маленький. И сделай ему спинку. Оторвал кусочек. Клади давай. Хвостик еще. Хвостик? Угу. Вот что у нас в итоге получилось. Конечно, от картинки отличается, но в принципе, по-моему, милаха. С учетом того, что ребенок сделал это сам, ну, с моей помощью, конечно, мне кажется, получилось очень неплохо. Такой улыбчивый стегозавр. Розвитый. Да. А вот и очередной мой эксперимент. Это будущий рулет на пару с мясом, картофелем и луком. В общем, сейчас я это все делаю. Повторюсь свернуть. Делаю первый раз. И положить в мультиварку. Посмотрим, что из этого получится. А сама, наконец-то, пойду в душ. Мое время. Всем привет. Сегодня уже другой день записи влога. Сейчас мы с Ярославом идем на горку покататься, пока стоит замечательная погода. Я с утра уже сбегала на работу. Сегодня меня выручил дедушка. Он посидел, покормил ребенка. А я с утра сбегала на работу. И сейчас перед обедом решили покататься. А еще у нас такая проблема. Мы никак не можем пойти в садик. Наконец-то мы собрались с духом. То есть, точнее, мы выходим в садик. Ходим туда ровно два дня. И затем заболеваем. Причем заболеваем капитально. То есть, первый раз был отит со осложнениями. Второй раз пневмония. В общем, все так по-взрослому. И вот сейчас мы вроде бы собрались в садик. И тут приходит весть о том, что в саду все болеют. И из двух групп ходят семь человек в общей сложности. И вот теперь я даже и не знаю, стоит ли нам сейчас идти туда. Пришли мы на горку, начали кататься. И поняли, что хватит уже кататься на ледянках. Нужна нам... Ай! Ватрушка! В общем, мы поехали. Мама наконец-то вспомнила свое детство золотое. Сколько же лет я не каталась. Ну что, вы готовы? Раз, два, три. Поехали! Ну что, поедешь один? Не испугаешься? Нет. Ну давай. Поехали. Сушу сейчас вот эти вот вещи, вот такие варежки, курточку, шапку, все абсолютно вот в таком состоянии. И вспоминаю свое детство, когда после школы я шла не домой, а на горку. Садилась на портфель, не знаю на что, и каталась с горки. И если я приходила домой, и у меня вот в таком состоянии не была шапка, перчатки, и я вся, значит, я плохо погуляла. И когда я приходила домой, мне бабушка все время говорила, Катя, ну ты же девочка! Ну вот я была какая-то всегда анти-девочка, если я гуляла, то гуляла вот до такого состояния, когда я вся была вот такая. Но это была самая лучшая прогулка. А я мальчик! Правда? Продолжаем записывать влог, и сейчас мы сели, чтобы сшить новую подушку нашей собаки. Дело в том, что перестали мы покупать готовые подушки в магазинах, очень дорого. И я не стираю их в машинке, честно говоря, я брезгую. Поэтому шью ему сама подушки, покупаем вот такую ткань. Сегодня у нас ездил за тканью папа, купил вот такую гламурную ткань. Теперь собака наша будет лежать вот на такой классной, красивой подушке. И сейчас мы просто прошьем, и вот здесь у нас синтепон. Получается, кстати, намного выгодней. Не знаю, как у вас, а наша такса не любит спать на полу или на каком-то корике. Он любит все мягкое, все теплое и удобное. Ну что, вечер у нас проходит под девизом «Делаем своими руками». Завтра у нас у бабушки день рождения, поэтому мы решили сделать открытку. Давай, Раслав, намазывай получше. Клеим. Елка наша все еще стоит. Мама, у меня не получается. Да, сегодня на минуточку уже так, конец января, елка у нас еще стоит. Но, честно говоря, мне самой не хочется ее разряжать. Как-то вот такое настроение уюта она дарит. Давай, складывай полосочку. Нет, наоборот, светом вверх. Давай. Так, складываем полосочку. Так, а клеммаш клеим, давай, с двух сторон, как я тебе говорила. Вот здесь. Когда у меня появился ребенок, я поняла, что такое терпение. Поняла, что такое сдерживать в себе какое-то раздражение. Сколько же нужно действительно терпения, чтобы сделать какую-то открытку. Причем спокойно, чтобы не напугать ребенка. Чтобы получить удовольствие от этого процесса и самой, и ему в первую очередь. В общем, знаете, у некоторых блогеров я видела такое видео, масло масляное, материнство, ожидание, реальность. Вот, честно говоря, мне тоже очень много. Давай, давай, складывай. Так, умажем. Все делаем тут? Давай. Точно. Так, давай. Помазал? Да. Вот, теперь бери открыточку, давай. Бери свою ладошку и приклеивай ее внутрь. Ой. Ой, на меня уклеится прям. А, мама. Давай цветы. Нет, давай, ты сам сможешь. Так. Сидим, делаем. Вот, у нас получилась ладошка. Теперь давай, бери цветочки. Вон у нас цветочки, да? Чик. И будем приклеивать на нашу ладошку. У нас получится такой букетик цветов. Вот так вот сидим и все это готовим вечером. У нас приближается.